Вести Карачаева-Черкесия В северной части Черкесии готовятся к открытию филиал городской поликлиники. Кафедра конкурентной экономики и антимонопольного регулирования откроется в Карачаево-Черкесском госуниверситете. И в республиканских организациях отдыха детей их оздоровление завершилась первая лагерная смена. А теперь подробно. Более 460 депутатов представительных органов местного самоуправления выберут в Карачаево-Черкесии в единый день голосования 11 сентября текущего года. В этот день пройдут выборы депутатов гор Думы Черкесской и Карачаевска, гор Совета Узжигуты, а также Совета Абазинского муниципального района. Кроме того, жителям республики предстоит выбрать депутатов ряда сельских поселений Адыгихапльского, Абазинского, Зеленчугского, Малокарачаевского, Ногайского, Урубского, Узжигутинского и Хабецкого районов. А в голосовании смогут принять участие более 213 тысяч избирателей республики, зарегистрированных в муниципалитетах, где пройдут выборные кампании. Для проведения избирательных кампаний задействуют 158 участковых комиссий. Министерство промышленности, энергетики и транспорта Карачаев-Черкеси договорилось с предприятиями Республики Беларусь о партнерстве и взаимовыгодной кооперации. В частности, удалось добиться снижения отпускной цены белорусской пряжи для Карачаев-Черкеси более чем на 32%. Достигнутые договоренности положительно скажутся на развитии регионального предпринимательства, укреплении долгосрочного сотрудничества предприятий обеих республик и конечной цене трикотажных изделий, рассказала заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Республики Юмрана Тилнаева. Как мы уже сообщали, в республиканской столице стартовал новый тур приема заявок на благоустройство дворов в рамках муниципальной программы «Благоустроенный Черкеск» – федеральную программу формирования комфортной городской среды. За время ее существования в городе благоустроено несколько десятков придомовых территорий, рассказал начальник отдела капитального строительства и ремонта управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Черкеска Равиль Тикеев. В текущем году в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда» планируется провести ремонт в 15 дворовых территориях. Это 25 многоквартирных домов. В рамках благоустройства будет выполнен минимальный перечень работ по благоустройству. Это устройство тротуаров из плиточного покрытия, асфальтирование проездов, устройство парковочных зон для автомобилей, строительство детской площадки. В тех дворах, где есть спортивные площадки, также предусмотрен ремонт спортивной площадки и озеленение территории. Теперь, по словам исполняющего обязанности начальника отдела жилищного контроля управления ЖКХ мэрии Республиканской столицы Магомета Джанибекова, пакет документов на участие в очередном туре программы нужно предоставить в ведомство с 20 июня по 20 июля текущего года. В пакет документов входит заявка, протокол общего собрания собственников помещений и акт обследования двора. Все эти документы заполняются собственниками жилья самостоятельно. Эти документы можно найти как у нас, по адресу Тургеневская, 78, кабинет 3, или же на сайте мэрии города Черкеска. Там есть раздел благоустройства, где образцы всех этих документов разрешены. В Учхе-Кении продолжается строительство новой школы на 960 мест. На строительной площадке уже вывели первый этаж основного центрального блока. Сейчас идут укладочные и монолитные работы по возведению второго этажа. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 14%. До конца 2023 года появятся два спортивных зала, актовы на 370 посадочных мест, современные кабинеты, уютная столовая, а также игровые зоны для продленки и библиотека. Все это для максимального комфорта и эффективного обучения детей. В рамках программы модернизации школьных систем образования в Республике проводится капитальный ремонт 18 школ с однолетним циклом реализации, которые к 1 сентября текущего года откроют свои двери школьникам. Руководители образовательных организаций контролируют ход выполнения ремонтных работ и оснащения, привлекая к данным процедурам родительский общественный контроль. Дизайн помещений, цветовое решение в рекреациях должны быть согласованы как с ученической, так и родительской общественностью. В целом же и сейчас на территории Карачаево-Чикесии широкомасштабные ремонтные работы проходят в 23 школах региона. На следующий год запланирована сдача в эксплуатацию пяти из них. В их числе и Тибердинская школа номер два, где и сейчас полным ходом идут ремонтные работы. По словам директора образовательного учреждения Амины Семеновой, в 2023 году своей двери распахнет совершенно обновленное здание. При обсуждении проекта наше мнение учитывалось. Мы участвовали, можно сказать, в разработке этого проекта. Мы проходили по школе, говорили все свои пожелания. И люди, которые делали этот проект, они учли все, что нам бы хотелось видеть в новой школе. И после ремонта, я думаю, что эта школа будет не только комфортабельна, она выйдет на новый уровень, это будет школа нового поколения с тем оборудованием, которые должны сейчас быть в школах. По сути, мы зайдем в новую школу, потому что объем работ такой, что это просто новое здание школы. Замена будет всего-всего. В северной части Черкеска готовятся к открытию филиал городской поликлиники. На его базе будет работать Центр амбулаторной онкологической помощи, что позволит оперативнее взаимодействовать с республиканским онкологическим диспансером. В новом здании расположатся терапевтическое отделение, дневной стационар и отделение реабилитации. Будут вести прием узкие специалисты, хирург, невролог, лор и окулист. Расширение городской поликлиники даст возможность снизить нагрузку на учреждения и повысить качество и доступность медицинской помощи. Центр амбулаторно-онкологической помощи Корчаевского онкодиспансера имени Бутова проводит информационную кампанию по ранней диагностике рака легких. Подобная диагностика задача первостепенной важности коварства болезней заключается в том, что начальные проявления длительное время отсутствуют. Бессимптомный период болезни не только исключает самостоятельное обращение больного за врачебной помощью, но и правильное распознавание заболевания. На начальные проявления пациент обращает внимание зачастую тогда, когда болезнь перешла в более позднюю стадию. Клинические признаки при этом весьма вариабельны, на их проявление влияет локализация опухоли. Тему продолжит заведующий региональным центром амбулаторно-онкологической помощи Ислам Качиев. Здесь в условиях нашего центра амбулаторно-онкологической помощи мы устанавливаем первичный диагноз пациенту, обследуем этого пациента на должном уровне. Для данного обследования у нас имеется все необходимое оборудование. Основные методы лечения – это лекарственная терапия, это хирургическое лечение, а также лучевая терапия. В лекарственную терапию также входит проведение химиотерапии противоопухолевой, таргетная терапия и иммунотерапия. Это новое современное направление в лечении таких заболеваний, в основном как рак легкого, рак молочной железы. Основными симптомами являются частый кашель, при лечении которого положительной динамики не наблюдается, необходимо обязательно обследоваться. Также основными симптомами рака легкого являются, конечно, кровохаркание, боль в грудной клетке, неясного генеза, одышка. Уже осенью 2022 года мы планируем на базе нашего онкологического диспансера открыть таракальное отделение, где мы будем проводить инвазивные методы хирургического лечения. Что мы будем применять? У нас уже есть видеотракоскопическая стойка, и мы будем применять такие методы оперативного лечения, как будут и открытые, так и видеотракоскопические методы лечения. В садах Карачаево-Чикесии презентовали уникальную технику, которая была изготовлена по специальному заказу. Всеми тонкостями работы сотрудники поделились со своими коллегами в ходе бизнес-тура. Он был организован в рамках международной выставки «Про яблоко-2022», посвященной промышленному садоводству. Одной из локаций выбрали сады Карачаево-Чикесии, и неспроста, ведь компания заложила первую в стране интенсивные грушевые сады и на протяжении нескольких лет успешно реализует проект возрождения садоводства в республике. Своим гостям они рассказали о том, как удалось достигнуть высокой урожайности, а также об особенностях интенсивной технологии возделывания груши. Участок дороги на границе Ставрополя и Карачаево-Чикесии защитили слоями износа. Специалисты нанесли защитный слой на 18 километрах федеральной дороги А-165 Лермонтов-Черкесск. Эта трасса пользуется популярностью у туристов, так как связывает лечебные курорты из Ставропольского края с горнолыжными курортами Карачаева-Черкесии, рассказывает пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. Досрочно завершено устройство защитного слоя на пути к Кубанскому водохранилищу Карачаева-Черкесской республики от станицы Суворовской Ставропольского края с 35 по 53 километр федеральной трассы Лермонтов-Черкеск. Согласно госконтракту, объект должны были сдать в эксплуатацию только в октябре 2022 года. Высокая интенсивность транспортного потока до 15 тысяч автомобилей в сутки привела к образованию дефектов на проезжей части, которые могли стать причиной ДТП. Применение технологии позволит продлить ресурс верхнего слоя дорожной одежды, подверженного истиранию, а также увеличить коэффициент сцепления колес дорогой. За первый квартал этого года Банк России выявил в регионах Южного и Северокавказского федеральных округов 29 компаний с признаками нелегальной деятельности. Четыре из них – это финансовые пирамиды, а остальные – нелегальные кредиторы. Мошенники на финансовом рынке активно используют информационную повестку, призывая спасти денежные средства в зарубежных юрисдикциях и действуют преимущественно в интернет-пространстве. По словам управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесе Дмитрия Мещерякова, в последнее время мошенники заманивают доверчивых граждан в ловушку с помощью VPN. Сейчас многие граждане для обхода блокировок используют VPN-сервис, однако их используют в своих целях и мошенники. И кликая на баннеры или ссылки в сети интернет при получении финансовых услуг, граждане даже могут и не подозревать, что зашли на ресурсы нелегальных компаний, которые уже заблокированы в нашей стране. Поэтому прежде чем иметь дело с той или иной финансовой компанией, необходимо проверить, есть ли у нее лицензия Банка России. Также важно проверить, не находится ли организация в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Он размещен на официальном сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Перечень обновляется ежедневно. Сейчас в нем более 5000 компаний и интернет-проектов. Очередной жертвой мошенников стала 78-летняя жительница республиканской столицы. На ее телефон позвонила неизвестная, которая представилась следователем. Лжесотрудница правоохранительных органов рассказала потерпевшей, что ее сноху сбил автомобиль и для медицинской операции якобы необходимы 800 тысяч рублей. Испуганная женщина сказала, что у нее только 300 тысяч. Мошенница заявила, что за деньгами приедет ее водитель. Жертва обмана передала неизвестному мужчине свои деньги. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах совершенного преступления. Принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников. С начала сезона в лесах республики зарегистрировано более 60 пожаров, что уже вдвое превышает прошлогодние показатели. Благо, силами сотрудников МЧС небольшие возгорания не переросли во что-то большее. Сейчас продолжаются профилактическая работа и противопожарные рейды, особенно в местах скопления туристов. Они проводятся регулярно. Шесть современных мастерских откроют 1 сентября текущего года в трех колледжах республики благодаря нацпроекту образования. В частности, по таким направлениям, как дошкольное образование, преподавание в младших классах, агрономия, эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования. Поварское дело и кондитерское дело. Мастерские расположатся на базе Аграрно-технологического колледжа, Колледжа индустрии питания, туризма и сервиса и Корча-Чикесского педагогического колледжа имени Умара Хабекова. Эти же помещения будут использоваться в качестве площадок для получения дополнительного образования, курсов, повышения квалификации по заявкам работодателей и профессиональной переподготовки специалистов по направлениям службы занятости. Карачаево-Черкесия завершила конкурсный отбор педагогов, которых направят на работу в сельские образовательные учреждения республики в рамках программы «Земский учитель» в текущем году. По словам министра образования и новомки региона Инны Кравченко, это 22 педагога. Напомним, кроме 1 миллиона рублей из федерального бюджета, учителя, переехавшие в сельскую местность, дополнительно получают по 100 тысяч из регионального. Кафедра конкурентной экономики и антимонопольного регулирования откроется в Карачаево-Черкесском госуниверситете, что поможет в решении проблемы нехватки специалистов этого направления в регионе. Она станет площадкой для получения профессиональных зданий и комплексной подготовки, давая выпускникам возможность раскрыть свой потенциал и реализовать перспективы. Основными задачами кафедры для развития антимонопольного регулирования в республике станут подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере современной экономики, формирование новой для региона системы научных и прикладных исследований, а также внедрение практикоориентированных форм и методов обучения, которые будут содействовать трансформации научных знаний студентов в комплекс прикладных навыков. В республиканских организациях отдыха детей и их оздоровления завершилась первая лагерная смена. Всего отдохнули 575 детей. Для них были организованы профильные смены социально-гуманитарной, художной и физкультурно-спортивной направленности. Отдыхами и оздоровлением охвачены 355 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе оставшиеся без попечения родителей, воспитанники, организации для детей-сирот и несовершеннолетние студенты среднего профессионального образования. А также 220 детей, проявляющих большой интерес к спорту. В течение всей смены дети были вовлечены в калейдоскоп различных событий. Большое внимание уделялось не только пропаганде культуры и здоровому образу жизни, но и изучению правил дорожного движения и пожарной безопасности. Республика готова к старту оригинального этапа федеральной программы Российского союза молодежи пространства развития. На базе Карачаева-Чикесского государственного университета имени Умара Алиева с 28 по 30 июня пройдет обучение для девяти проектных команд, которые представят разные районы республики. На протяжении трех дней участники будут проходить уникальную образовательную программу, лекции, мастер-классы, деловые игры, круглые столы, креативные сессии, образовательные блоки и многое другое. Подготовленные проекты будут направлены на социальное развитие малых городов и поселений Карачаево-Чикесии. Лучшие инициативные группы, реализовавшие свои идеи, примут участие в итоговом форуме, который пройдет в октябре текущего года. Артисты Карачаево-Чикесии посетили с концертом военно-клинический госпиталь Ставрополя для военнослужащих, участников спецоперации, которые проходят здесь лечение и реабилитацию. Перед ними выступили солисты Государственной филармонии республики. Они исполнили лучшие номера из своего репертуара и подарили бойцам положительные эмоции. Солдат также ждали блюда народов Карачаево-Чикесии. Такой подарок передали национальные театры республики. В Черкесске прошла акция «Чистый лист», посвященная Дню борьбы с наркоманией. На улице Первомайской были расставлены флип-чарты с чистыми листами бумаги. Сотрудники Управления наркоконтроля МВД Республики и молодогвардейцы предлагали прохожим выразить на них свое отношение к наркотикам, написать фразу или оставить рисунок, после чего каждый из участников расписывался на листах в знак того, что дает обещание не употреблять наркотические вещества и выступать против их распространения. Ну и последняя информация. Курорт Архиз этим летом станет площадкой для тренировок спортсменов и участия во всероссийских соревнованиях, в том числе уровня чемпионата России. Это будут гонки на горных велосипедах и горный бег. Главным спортивным событием лета на курорте станет фестиваль маутинбайка, в рамках которого с 10 по 25 августа пройдут чемпионат и Кубок России в дисциплине скоростной спуск среди мужчин и женщин. Первенство среди юниоров, детская гонка и седьмой этап российской эндуро-серии. Соревнования по маутинбайку. Многолетняя традиция Архиза. Гонки всероссийского и международного уровня проходят здесь с 2018 года. Сейчас на курорте созданы условия, чтобы сесть на горный байк, впервые тренироваться и проводить соревнования высокого уровня. Для трейл-раннинга и скай-раннинга здесь есть условия, созданные самой природой. И по мнению многих спортсменов, в Архизе проложены одни из самых красивых дистанций в стране. Таковы наиболее заметные события республики и информационный выпуск провела Рита Нирова. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. Ноль плюс. Вы слушали Радио России Карачаева Черкесия. До новых встреч!